Разогреваем глубокий сотейник или кастрюлю. Добавляем немного растительного масла. Добавляем фарш. У меня фарш индейки. Можно добавить куриный фарш, говяжий. Тот, который вам нужен. И слегка обжариваем его. Постоянно перемешиваем в течение 3-4 минут. Обжариваем на сильном огне. Фарш слегка начал обжариваться. Когда перемешиваете фарш, сильно не разбивайте комочки фарша на мелкие. Чтобы они вот такие были, разной фракции. Отправляю сюда лук и морковь. Сельдерей. И сладкий перец. У меня разноцветный, можете добавить любой какой у вас есть. И так же на высоком огне продолжаем обжаривать в течение ориентировочно 3-х минут. В отдельной чаше я смешиваю специи с сахаром. И добавляю сюда муку. И перемешиваю. Чтобы у нас мука более-менее равномерно, без комочков распределилась тогда в супе. Добавляю сюда специи с мукой. Чеснок. Зеленый лук. Перемешиваем хорошо. Добавляю в банку готовый нут. Если у вас свежий нут и вы не знаете, как его приготовить для супа, я вам оставлю ссылку. Но удобнее всего использовать готовый в воде. Два лавровых листа. Помидоры в собственном соку. Или свежие помидоры. Или приготовленные ваши домашние. И добавляю куриный бульон. Или можно добавить обычную воду. Добавляем столько, чтобы у нас выше уровня гуще было приблизительно на 1-2 пальца. Так как мы варим густой суп. Соль по вкусу. Доводим до кипения и варим 5 минут. Суп прокипел и практически все ингредиенты уже готовы. И хотела еще дополнить, что если у вас нет нута, вы не можете приобрести или приготовить, можно свободно заменить фасолью. Также можно ее использовать готовую в банке. Мне осталось добавить только цветную капусту. Переводим на огонь меньше среднего. Доводим сейчас до кипения. И варим 2 минуты. Через 2-3 минуты попробуйте суп. И попробуйте цветную капусту. Она должна быть готова приблизительно на 50-60%. Я обычно не довожу до мягкости, потому что она, когда суп будет настаиваться, она доходит. И тогда получается в самый раз. Сейчас попробуйте как раз на соль, на специи. Может быть вам что-то еще нужно будет добавить. Добавляю укроп, петрушку, лавровые листья можно удалить. Я отключаю плиту. Суп готов. Вот такой он получается. Очень густой, наваристый. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких. Суп можно сейчас сразу подавать к столу. Можно оставить, чтобы он настоялся хотя бы минут 10. Пока вы будете накрывать на стол. Я с вами прощаюсь. Была рада, что вы были со мной. Делитесь с друзьями этим замечательным вкусным рецептом. И до новых встреч с вами! Субтитры создавал DimaTorzok